И всем привет! С вами я, Сергей Рустап, и со мной сегодня Роман Кютап. Поздоровайся! Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в ОМСЕ-2, сегодня 31 декабря. Мы находимся на стадионе Лужники, сегодня мы прокатимся вот на таком прекрасном Лязе 52-92 учебном. Борт номер 040-154. Давайте запускать его уже. Пока мы его прогреем, все включаем. Так, запускаем. Автобус запущен. Замечательно. Так, это не надо. Так, давайте включим свет. Найти бы только где он там. Вот оно, это место, я забыла. Берем старые группаки. Все, и 31 декабря мы с Романом Кютап прокатимся на этом маршруте. Ну, и буду ехать я, Роман Кютап с нами будет просто, ну, на связи. Вот. Да, Ромаша? Да. Кутап на своем автобусе едет, тоже в рейсе, не переживайте. Тут не я. У нас со стадионом уже где-то берем второй номер рейс. Не обращайте внимания, если тут будет чириканье. У меня попугайчик завелся, да. В сравнении пишите. Отправляемся мы, наверное, восьмым рейсом, походу, где-то 8-й. Да, в 35 минут поедем. А, ну, да, я не знаю, давайте. Замечательно, поедем. Сейчас у нас сколько там отправлено? Я не помню, мы опять отправили восьмой выход. Вот стадион Лужинки. 20, 35. А, мы поставим 23, 33. 42. 23, 32, и мы отправляемся туда. Поехали! Сейчас мы умси сделаем немножечко потише. А то прям очень громко. Поехали, ребята. Есть. Так, для начала нам надо также сейчас расстановку поделим и включим. Сегодня мы пока что ездим. Вот по графику у нас, он на гарпу написан. Немножко привычки, как в реальной жизни. Выстрелим, что я тут поешь и ванна. Роман, китап, ну что? Начинаем поздравлять тогда наших подписчиков с выступающих. Мы уже выехали на линию. Вот так вот служить их для нас с колпачками. Мы сейчас на линию, мы там, ну и ладно. Так, поворачиваем. Сюда вот. Аккума вырубилась. Заворачиваем. Минут у нас до отправления. Там у нас остановка наша. С которой мы с вами сейчас и поедем. Поедем, у нас вот тут график висит. Сейчас мы его сфоткаем даже. У нас свой телефон. А что, чтобы было. Готово у нас записание. Так, ну давайте уже, ребята, сейчас будем. Как бы настраивать у нас. Ну, как бы проблемы у нас есть. Пока все. Включим. Включим. Климат-контроль. Вот так. Да, извините. Что-то включаем. Роман тут вообще тоже, да, ездит. Только. В своей игре. Но, как видите, он тоже сегодня пришел сюда. Да. Включим. Жел. Что-то. Вагонная погодка. Управление у нас сейчас уже будет. Внимание. Так. Тридцать. Сморин. Все. Существуем. У нас правление там. Тридцать. Семножко. Где это? Тридцать. А, я сказал. Где он нужный петерарь? У нас двадцать. Демножник, а в это время. Закрываем наши двери, ребята. И поехали. Ребят, хотелось бы обсудить, что у нас вообще. Подвести, так сказать, итоги года на этом автобусе. Вот, в принципе, этот год вообще был довольно замечательный. Ну, просто замечательный. Моему каналу стукнуло год. Да, он год же, правильно? Да, по-моему. Вот, в ровно год я с вами на ютубе. Поэтому был бы я ничего не делал, извините уж. Были тогда проблемы и так далее. Ну, а как-то просто не было уже времени там, что ли. Я не знаю. То есть, ну, просто... Ну, просто... Моему каналу как раз тоже стук... Прямо вчера. Сейчас. Это получает... Сейчас пассажир у нас тоже не стоит. Моему каналу стукнуло четыре года. Да, поздравляем Равана Китаба. Ну, да, в принципе, что ж... Хотелось бы обсудить планы следующего года. В принципе, планы вообще данного нового года. Как-никак уже 31 декабря, чтобы на нового года вот совсем чуть-чуть осталось. И мы в 2024 году. В принципе, что же за этот год произошло? Ребята, хочу сразу сказать. В 2024 году я собираюсь или уже в 2023, я не знаю пока что. Но я хочу для вас подготовить видео. Сразу спойлерю. Про, ну, в принципе, итоги года. Что у нас открылось за 2023 год. Вот. Но довольно много открылось. Это, как-никак, завершение Большой кольцовой линии, наконец-таки. Продвение метрового аэропорта Кумукова я вам снимал. Я не снял только обзор Фистех. Рома, ты снимал Фистех? Да, я прям туда ездил. Там-то эти пустые. Там пустые. Потому что мало кто про метро строится. В принципе, год был очень насыщенный. Вот. Я была, как раз таки, в Анапе за долгое время. Правда, я хотел... Я для вас просто в видеоматериалах понабрасывал столько, но, извините, забыл положить уже. Роман Кита был в Новороссийске. Ты же был? Да. Роман Кита был у нас в Новороссийске. Тоже замечательный город. Всем, в принципе, привет из городов, которые мы вообще озвучили. Ну, вообще, всему Краснодарскому краю будет. Да, вот. Пробочка небольшая. Сейчас немножко срежем. Заби, привет. Так, где-то, я не знаю, что никому не советую. Но Гомси придется, потому что, как видите, автобусы, 31 декабря. Вообще, какой у нас вообще план на 23-й год? Это, ну, как план? Планы сегодня, это проехаться по маршруту М6К. Вот, где мы можем идти до станции. Это Китай-город, кстати, мы как-то движемся в расписании. На вот этом, как раз таки, учебном. Да, мы немножко уже, ну, минуту раньше едем. Кажется, тихо, спокойно. Следующий у нас 41 минут. Поехали, ребят. Закрываем. Поехали. Так, М6К у нас едет. В ту сторону уже. Вот, ребят. Что еще за этот год было сделано? Было открыто очень много электробусных маршрутах. Например, вот за декабрь открыли, точнее, сделали маршрут 104. Вот, а какие-то еще. Очень много. Вот, например, у Ромы где-то в Пуземинках. У него в Пуземинках там. Что типа такое? Т-74 стал электробусным. Или там. Вот. Так что Романки там порадуется. Вот, ребята, новогодние ежи уже запущены. Ну, смотрю, в каком смысле. Ну, 31 декабря он уже запущен. А-а-а. Правда, это начисло. Да, я, блин, реально забыла. Я просто так привык за год, что его типа нет. Да. Тем более, я его еще не снимал. Мы для вас его подготовили на Новый год. Пока что мы тоже с вами не снимали. Он вышел вот, ну, недели. Недавний фиолетовый цвет просто. Я только одно. Меня огорчило в Новогоднем ежи три. Это уже второй год у него нету передней вот этой вот. Как Ром их называть? Винки. Ну, вообще-то, по сути, есть венок. Разве? Ну, да. Да. Это, видимо, я старая информация, Владимир. Ну, ладно. Мы сейчас едем. В принципе, что ж, у нас сегодня, ну, довольно вообще интересно будет. Потому что так же я вроде, мы, я это сразу говорю, видео я снимал заранее. Это повтор, можно так сказать. Так, мы сейчас выезжаем на Большую, на Пироговку. Разумеется, мы не собирались прям вытрансляцию делать. Ну, потому что мы сами хотели немножко отдохнуть 31 декабря. Кстати, ребят, новый год. Да, так уже возможно, за 31 декабря я съезжу, я снимусь, съезжу. Ну, я не знаю, я могу показать на премьеру, а также по доброй традиции буду показать омсти. Так, ребята, что про инфраструктуру рассказать, что по салонке нормально. К чару, наливатель. Придормаживаю. Надо прием вашего. Вообще, ребят, прошлый Новый год я хотел с вами так же отметить, как сейчас. Но, ё-моё, мне было в прошлом году просто лень снимать это видео. Я вообще хотел заснять видео вот на том самом КамАЗе 6282, который с гирляндой. Вот. Информатор, кстати, тогда был тоже мой голос, я сам его делал. Так, давайте мы себя-таки завернем. Быстренько, я делаю, как мы сделаем, а то этот, этот поворот видимо летит. А нам прямо ехать. Нам прямо время на часах. 16 минут до Нового года, ребят. Прошло 16 минут. 16 минут, мы уже, ну, в 2026 году. Слишком позабылся. Будущая, что ли, прилетела. Вот это у нас будут игрушки, вот эти фотографии. Мы едем сейчас прямо в самый центр. На Китай-городе мы разворачиваемся. Ну, и, наверное, поедем. Уже в тупую. В 15 минут до Нового года осталось. Мы Новый год встретим. Сейчас скажу по графику, на какой остановке мы встретим. В 2024 год мы Новый год встретим на конечный... Странное, крутое нас расписание. Ну, да, я не то расписание выставила. Здорово. Ну, да, расписание. Пока не поздно. В 2035. В 2035. Получено новое расписание. И мы встретим Новый год на Манежной площади, в принципе, в центре Москвы. Фактически... Фактически, может, ты франкнуть вышишь. Хотя далеко. Ну, мы, смотри, как... Мы в 23.58 будем на театральной площади. Ну, короче, на Манежной площади. Я ставку просила, ребят, простите. Я специально заходу. Вот, ребят, ну, что же сказать. Год был очень насыщенный, прямо. Ну, в принципе, вот... Было интересно. Ну, то есть, скучно на моем канале не было. Все время был... Были, конечно, времена, да. Я просто не могу все время это все снимать. Тоже тяжело. Просто. Или времени нет. Хочется иногда с Романом Китабом тоже поснимать что-нибудь. Вот, вообще, мы с Ромой, считайте, редко снимаем там что-то совместное. Ну, там, на это есть своя причина, почему. Вот. 23.48, где-то поднимаем. А у нас какая остановка-то вообще? 23.49. 9.9. Ну, какая она сейчас остановка? Непонятно. Ну, ладно, поехали. Смотрим. Смотрим. Главное нам быть на театральной площади 23.58. Мы на театральной площади встанем, мы там будем уже отдушать новый 24-й год. Какой у нас домсик. Прикольный, довольно. Вот, салон, например. Да. Вот кабинка наша учебная. А, вот у нас уже. И нам зеленый загорелся. Вот. Ну, что, 10 до нового года. Ну, что, пора уже ровно, наверное, поздравлять. Согласен. Да. С наступающим, по крайней мере, точно. Да, наступает у нас 24-й год, повторюсь. Вот. А что теперь, вот, что у нас было. Вот, с нас открылась АКЛ, повторюсь. Да. Открыты были новые электробусные маршруты. Новый электробусный пар. Что еще было в АСРОН? За этот год проводилось очень много парадов в честь московского транспорта. То есть, было аж несколько парадов метропоездов, ретротрамваев, техники, в принципе. Могу сказать, то, что открылись новые станции. Теперь... И... И... С теха. Легче, конечно же, добираться до своего госучреждения. Новые выделенные полосы также сделаны были. Ну, а что же нас ждет в 24-м году? Ну, точнее, ну, вообще, я расскажу, что нас ждет всех. Так, фанатов. Нас ждет... Кстати, про левосомаршруты я забыл сказать, что вернули на встречу задумки. Опять же, очень много чего произошло. Конец. Вот, ну, а теперь, что нас ждет в 24-м году? В 24-м году нас ждет, в принципе, это довольно тоже интересный год. Открытие троицкой линии. Запуск нового состава 81-700. Какое-то, 700. В 85-м? Да, 85-м, да, Москва-20. Ну, короче, очевидная Дэйн, Москва-20-24. Это пока предварительная информация. Но, хотелось бы поговорить и о грустном, что произошло в этот год. Это, разумеется, сход, точнее, не сход, а авария на печатниках 11-го числа, 11-го октября, что ли. Да. Вот, это очень обидно. Я уже пострадала, ехав в Александр Пулахов, в Строген, в Митин, в Митин ходит. Не, она и в Измайлова. Ну, либо в Измайлов, либо в Митин, я точно помню. Вау, вот. Вот это да. Были списаны у нас в этом году, под конец года, уже декабрь 23-го, это трамвай Песа, польского происхождения. Вот это очень жалко. Какие хорошие трамваи. Мы с Романом Кютовым их еще застали. Замечательные трамвайы. Конечно, застали. А что бы там заставать, да. У нас поселили. Нет, у меня даже покатались, мы видео снимали. Давайте покаривай. Я покариваю, не буду точно. Стоим, подождем, пока автобус прогреем. Ух. Ну, вообще, много чего произошло, и телес, у никого. Прям. Ну, вот, ё-моё, прям. Чтобы, я не знаю, как даже это сказать, просто, много всего открыто. В общем-то, год был не скучный. Что же, что же. А, еще МЦГ-3, МЦГ-4, откуда не забыли сказать. Вот. Ну, и что же вас ждет наш канал в 2024 году? Это, разумеется, итоги года со мной и с Романом Кутабом, наверное. Больше со мной, итоги года снимать. Да. Будут итоги года со мной. Спойлер, еще возможен на канале с Романом Кутабом. Видео там, где мы даже втроем, может, катаемся. Да. Спойлер будет, второй сезон Скорой Помощи. Думаю, для моих подписчиков это очень интересно, потому что большая часть аудитории подписалась на меня. Благодаря этому сериалу, это сериал Скорой Помощи, мы старались, в принципе. Хотели начать запись второго сезона еще в ноябре, но, к сожалению, не удалось его. Возможно, все сразу делать. Благодарочка поднялась. Жизнь. Да. Скоро Ром уже доедем. Ну, что же нас ждет еще в 24-м? Разумеется, это стримы. Хочу сразу отспойлерить. Мы снимаем это в середине декабря. Сегодня кое-16-е. Да. Мы снимаем от 16-го декабря. Так что, может, еще что-то произошло. Произойдет, если не знаю. Ну, вот. Мы снимаем 16-го декабря, повтором. Вот. Что же мы планируем? Лично 31-го декабря ночью будем. С 6-ти вечера до 6-ти утра, наверное, где-то будет 10-3. Да, у меня будет этот стрим. Как мы его хотим сделать? Типа до 6-ти, до 11-ти. Нет. С 6-ти до 9-ти, пожалуйста. Вот мы играем, ведем стрим. С 9-ти до 12-ти, либо до часу ночи. Мы вам включаем какой-нибудь, ну, чисто на фон, музыку там какую-нибудь, наверное. Пока что мы не знаем, стрим пока что под вопросом я держу. Но я желательно хочу. С метро Кропоткинская уже. Соконческая декабря. Ну, на Соконческой должны были быть, ну, на Кропоткинской еще много минут назад, короче. Ну, мы едем с опозданием. Ну, ничего страшного, либо. Опаздывать Новый год нельзя, конечно. Ну, на Красной площади мы будем вовремя. Обратно мы с вами, ребят, поедем, наверное, в филиал Центральный. Это такая Фили у нас, отстойная площадка Фили. Поедем по Москве самой, через площадь Гагарина, через такие места. И доедем до Ломоносковского проспекта. С Ломоносковского мы повернем. Пойдем по Ломоносковскому проспекту. И уже на прямой. Местоноска немножко проехала. Скользко, очень, прям. Это не могло. Пассажиры, пусть они там хотят. А-а-а. Все двери открываются. До Нового года, ребятки. У нас осталось 3 минуты. Ну, что ж. Пора начинать. Поздравляйтесь, ребят. Выступающим новым 2024 году. Желаю вам счастья, здоровья, успехов вообще во всем. Надеюсь, этот год для вас станет хорошим. Прям лучшим, мне даже так скажут. Вот, пусть ваши мечты сбываются. Не огорчайтесь и смотрите на наши с Ромой каналы. Вот, Рома, давай тебе слово. Предоставляю. Две минутки у нас осталось для тебя. Давай, поздравляй. Поздравляю вас с первым с Ромой каналом. Нечего там желает еще счастья, здоровья. Главное, чтобы вы добивались успехов. Конечно же, смотрели наши с Тремых из этого не как. И, ну, самое, не отчаивались вообще. Не опускали руки на своем дне. А, конечно. Я не сейчас на основе сказал, что надо. Ну, да, мы тем временем должны успеть как-то доехать до остановки. До Нового года. Я попытаюсь это сделать как-то. Ну, я как раз вот прям уже приехал. Я все. 23.59 у нас. Надеюсь, успеем мы встать на остановки. Ну, это буквально до Нового года у нас осталось. Ребята, посчитанные вот просто секунды. Мы войдем, въедем в 2024 год. Ну, вот так. У нас остановка. Все, тормозим. Эту остановку мы проехали благополучно. Видите, остановимся у этого столба. Ждем, ребята, Нового года. Ну, у меня вообще... Ребята, Новый год наступил. Все, ребята, поздравляем вас с наступившим 24-м годом. С конец наступил у нас. Поздравляем вас с наступившим 24-м годом. Ура, да, 24-м годом. С конец наступил у нас. Ребята, в таком прекрасном автобусе встречать Новый год прям одно удовольствие. Сейчас мы поезжаем до Китай города и, повторюсь, едем в филиал центральный МОСГОРТРАНС и эксплуатационная площадка ФИЛИ. Ром, ты, видимо, там на Нефазе моем катаешься? Да. Да. Меня сегодня... Ой, выберем. Поехали, ребята, дальше. В 24-м году мы уже следуем. Вот. Конечной остановкой мы, разумеется, высадим пассажиров. Поставим номер 2024 и поедем. Понимаете, мы сейчас перестраиваемся нам под крайней. Я одна, да. А метро Губянка уже вблизи. Господи, даст мне не вернуть. Как? Значит, ничего, христики у меня не было. Уж я не могу. Уж нет, простите меня. Да. Вот мы въехали уже. Подъезжают на траву Горганка. Кстати, как там у тебя автобус? Нормальный? Нормальный, просто взлежно лязет. Остановочка. Тормозим. Следующий уже конечный. Вот такая вот у нас новогодняя серия пока что получается. Уж нет, два. Сейчас мы лежаем уже. Промыточные остановки. Там мы с вами, ребята, выключим полностью практически автобуль. Ну как? Свет в салоне выключим. Доставим 2024 и поедем в автобусную автобулу. Поедем как Е10, потом как 130, потом мы будем уже ездить. Там мы поедем уже немножко закрываемся, тоже маршрута. Ну это же дорогой город. Наша конечная остановка на сегодня. Уезжаем на площадь. Мне кажется, там вообще сложно заезжать. Да нет. Вот у нас остановка. Это вот Китай-город. Останавливаем. Прибыль на конечную остановку. Все, в принципе, мы ее завершили. Тех24 ставим. И ставим ТАБУ в замызу. Следуем в АПА. Доставляем. 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 Там шесть кал, восемнадцать, семнадцать. Старо тут как-то все сделано. Ну, ну, так вот просто оставим. Пассажиров не высадили. Поехали, ребят. Теперь едем, ребятушки, в депо наше. Приехали мы по расписанию даже, наверное, раньше. Что не может, собственно, тебя не радовать. Ну, да. Сейчас, ребят, мы едем уже. Автобус на депо. Да, наверное, мы до автобуса на депо сейчас. Давайте тут остановимся. Еще раз поздравляю всех с наступившим уже двадцать четвертым годом. Желаю вам счастья, здоровья, успехов. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Дай все лайки обязательно.